Всем привет! Лунный календарь на 25 марта 2022 года. Общие рекомендации для всех знаков зодиак. Идёт третья фаза Луны. Как и вчера, Луна в знаке Стрельца. Продолжается 22-й лунный день. В 0 часов 53 минуты Луна переходит в знак Козерога. В 8 часов 37 минут наступает третья четверть и начинается четвёртая лунная фаза с 3 часов 37 минут и до 4 часов 38 минут следующего дня 23-й лунный день. 23-й лунный день. Очередной тяжёлый день, характеризующийся нестабильной энергетикой, вследствие чего дню свойственны проявления агрессии и насилия. Это энергозатратный день и неправильное распределение собственных сил, переоценка своих возможностей может привести к опустошению. Рекомендуется в этот день максимально настроить своё внимание и осознанность. Возникает апатия и нежелание действовать. Это нормально, не вините себя. Вам просто не хватает энергии, ведь Луна постепенно убывает. 23-й лунный день предки связывали с разгулом кровопийц и вампиров. Нехватка энергии заставляет человека добывать её из других людей. Сегодня на вас могут оказать моральное давление. Не поддавайтесь на провокации и прогоняйте желание мстить. Сегодня вами может овладеть соблазн ввязаться в авантюру, поссориться с людьми. Окружающие взвинчены, атмосфера накаляется. Так просто ввязаться в конфликт или стать его причиной. Старайтесь подавлять в себе любые негативные эмоции. Оградите себя от людей на сегодняшний день. Будьте внимательны и осторожны. Займитесь укреплением своего здоровья и очищением своего дома. Посвятите день домашним заботам. Походиться на общественных мероприятиях и в людных местах не рекомендуется. Толпа сегодня непредсказуема. Прощайте людей и они простят вас. Избегайте возбужденной, расфилипевшей толпы. Займитесь физкультурой, но не перегружайте себя чрезмерными активными занятиями. Нельзя растрачивать энергию впустую, ведь ее становится все меньше. А впереди не один трудный день. Подведите итоги прожитого месяца. Все ли вы успели сделать, что планировали? Если вы все сделали правильно и не отступали от человеческих и космических законов на протяжении месяца, вы станете на одну ступень выше в своем духовном развитии. Если же что-то осталось невыполненным, не отчаивайтесь. Лучше подумайте о тех уроках, которые сумели вынести для себя. Думайте о том, что месяц прошел не зря. В 23-й лунный день выражать любой негатив и агрессию крайне не рекомендуется. Несмотря на то, что мысли то и дело могут возвращаться к отрицательным эмоциям. Старайтесь не забывать про эмоциональную нестабильность дня и избегайте ситуации, которые могут вызвать конфликты и ссоры. Здоровье и питание Практикуйте воздержание, поститесь. Убойную пищу сегодня есть нельзя. Включите в рацион побольше молочных продуктов. Ешьте творог, сыр. Например, испеките ватрушки с творогом. Может возникнуть тяга к обжорству. Ее необходимо преодолеть. Нагружать желудок сегодня нельзя ни в коем случае. В этот день следует уделить особое внимание здоровью. Иммунитет человека ослаблен. Поэтому есть риск заболеть. Нельзя допускать никаких хирургических операций. Разумеется, если речь не идет о вашей жизни. Самая уязвимая часть тела сегодня – позвоночник. Выделите время для его укрепления. Вообще любые оздоровительные процедуры сегодня благоприятны. Возрастает риск подхватить половую инфекцию. Поэтому сегодня следует быть особо осторожным к случайным половым связям. День травмоопасен. Поэтому не делайте резких движений. Избегайте нагрузок на позвоночник. Не поднимайте и не переносите тяжелые вещи. Следите внимательно за своим здоровьем. Возникшие сегодня болезни могут быть опасны и непредсказуемы. При первых же настораживающих симптомах обращайтесь к врачу. Любовь и отношения. Сегодня любой обмен мыслями, невиданный разговор грозит обернуться крупной ссорой. Люди взвинчены. Они ищут в словах скрытый смысл. Лучше излагать вещи прямо, без намеков. Иначе вас могут неправильно понять. Лучше всего, если ваш образ жизни такое позволяет, вообще не общаться с людьми сегодня. Если же контакты неизбежны, будьте терпимы, не срывайтесь. Заключать брак сегодня не рекомендуется. Также следует воздержаться от интимной близости. Секс сегодня слишком истощает. Также нежелательно зачатие ребенка. Он может родиться с физическими или психическими отклонениями. Работа и творчество. Один из самых худших дней для бизнесменов. Не начинайте ничего нового. Лучше доведите до конца то, что когда-то запланировали. К решению вопросов подходите серьезно. Взвешивайте и обдумывайте доводы. Переговоры лучше отложить. Они могут породить только новые проблемы. Заниматься финансами можно, если это не крупное дело. Торговля, операции с недвижимостью, судебные разбирательства. Все это лучше отложить на другой день. Сад, огород. 23-й лунный день начинает четвертую лунную фазу. В этот момент жизненная активность растений замедлена. Соки идут в корень, питая нижнюю часть. Рекомендуется избегать любых повреждений корней, побегов и молодой поросли. Иначе растение может заболеть, либо даже погибнуть. И наоборот, этот период вполне подходит для работы над верхними частями растений. Можно делать их обрезку и прививку. Во время обывания луны рекомендуют сажать и собирать плоды, находящиеся в земле. К ним относятся все корнеплоды, которые в этот период особенно питательны и полезны, так как растения активно набирают полезные элементы в корнях. В данный период также проводят обрезку клубничных усов. Выкапывают луковицы цветов. Хорошо прореживать сходы, выкапывать сорняки, бороться с вредителями. Также можно удобрять почву и подкармливать растения. Не рекомендуется обильный полив. Чтобы не пропускать ежедневные гороскопы, обязательно подписывайтесь на канал. Желаю всем удачного и благоприятного во всех отношениях дня. Ставьте лайки, пишите комментарии и будьте здоровы! Ваш Палар Волф